Устройства и текущие проблемы православных монастырей России и зарубежья обсудили на Международной богословской конференции «Монастыри и монашество. Традиции и современность», которая прошла в Троице-Сергиевой лавре. В конференции приняли участие около 300 игуменов и игумени из 34 мужских и 49 женских обителей 9 стран мира. Подробности в сюжете Инны Тихоновой. В Русской Православной Церкви сегодня нужно создавать ученые монастыри для подготовки ученых иноков. Заявил в своем докладе председатель отдела внешних церковных связей московского патриархата митрополит Илларион. Идею специализации некоторых обителей на образовании и просвещении поддержали и другие участники форума. Говоря о современном русском монашестве, приходится признать, что у нас нет ученых монастырей, почти нет ученых иноков, а недоверие к науке, образованию и просвещению по-прежнему, несмотря на предпринимаемые священноначальным усилия по повышению образовательного уровня иноков и инокий, прочно сохраняется в монашеской среде. Причина такого положения заключается в представлении о том, что ученость не нужна для спасения, что она несовместима со смирением и с монашеским аскетическим делом. Но история просветительской деятельности монастырей убеждает нас во право. Международная конференция была посвящена проекту положения о монастырях и монашестве Русской Православной Церкви. По словам митрополита Илариона, в последние 25 лет в церкви наблюдался беспретендентный рост числа обителей от 20 до 800. И около 10 тысяч человек за эти годы приняли монашеский постриг. Эта конференция является тем форумом, который дает возможность монахам и монахиням, игуменам и игуменям высказать то, что у них наболело, то, что накопилось, поделиться своим видением развития монашеской жизни и в том числе отреагировать на то положение о монастырях и монашестве, которое сейчас в виде проекта выпущено на всеобщее обсуждение и которое должно быть обсуждено и потом принято на архиерейском соборе. Активная дискуссия вокруг проекта общесерковного положения о монастырях развернулась в последние годы в монашеской среде и среде епископата. Именно эта конференция стала отличной площадкой для общения и обсуждения внутренних проблем. Монастыри, как известно, 20 лет назад в основном были открыты. Из-за этого небольшого периода сейчас расстановлены стены, но для того, чтобы сформировать действительно глубоко верующего человека и чтобы монашество было образцом христианского исповедания, необходимо собираться и уточнять всем вместе, какие пути к совершенствованию монашеской жизни в России наиболее полезны сейчас. На конференции обсуждались и другие актуальные вопросы монашеской жизни. Митрополит Иларион призвал к закреплению такого критерия, как возраст монашеского совершеннолетия и предложил постригать людей не моложе 20 лет, в виде исключения 18 лет. В избежание пострига по принуждению докладчик предложил требовать письменное прошение, которое свидетельствовало бы о добровольном желании человека стать монахом, а виновных в принуждении к постригу сурово наказывать, вплоть до извержения Исана.